Привет! Слышишь меня? Где ты там есть? Сейчас будет обзор на петли Holy Land Ларк Макс Туа Чёрный Такое смешное название не могу Если что, сразу же предупреждаю, что я не технообзорчик, я не сравниваю, не распаковываю гаджеты Но всё же думаю, что имею скромное мнение на некоторые из тех вещей, которые мне иногда присылают мои друзья из магазина Kremlin Store И сегодня речь пойдёт о новой радиосистеме, о сравнительно молодого китайского бренда, создающего беспроводные технологии Holy Land И... интро Забыл, что интро-то у меня и нет Окей, сейчас за 9 минут постараюсь рассказать тебе про новые петли от Holy Land Lark Max Duo Которые, как уверяют производители, способны произвести революцию в беспроводной записи звука Продвинутая система шумоподавления и кристально чистым звуком Вообще, я вырубил шумоподавление, смотрим, как получается записать Ах, он уже ушёл, ничего страшного Я, честно сказать, всегда отношусь скептически к рекламным кампаниям и кликбейтным заголовкам блогерам Но, тем не менее, на петли посмотреть мне всё же хочется Помню, как когда я только начинал снимать, у меня была пятиметровая, пятиметровая петля боя И я писал интервью при помощи неё Да, поверь, я прятал шнур под одеждой и по полу И чуть позже появились радиопетли от Sennheiser А ещё немного позже проводные петли от Rode Вот эти маленькие потамии, которые сейчас есть уже, кто уже все их попробовал Вот это была действительно революция с их размером Способностью держать заряд и писать звук на расстоянии Вот это было действительно круто До сегодняшнего дня я использовал свои Rode У меня вот есть такой комплект и комплект из двух петель Показываю чехлы, как будто бы там внутри что-то есть Короче говоря, я использовал петли Rode, те, что двойные К ним, конечно же, тоже есть вопросики, но они меня вполне устраивали Они всегда лежат в моём рюкзаке, вне зависимости от того, что я снимаю Потому что ситуация, которая может потребовать записи звука на съёмке Может произойти в любой момент Раз, ну-ка Ну-ка, ну-ка Чики-брики, пальчик выкинь Поэтому они занимают немного места И я ношу с собой даже два комплекта запасных, которые меня иногда выручали Единственный большой минус для меня это в том, что у них нет зарядного чехла И мне для этого всегда приходилось брать с собой дополнительный пауэрбанк Но при помощи него я также заряжаю и камеру, и дрон, и иногда даже и ноутбук Но пришло время познакомиться с чем-то новым И вот тебе 10 причин, почему тебе нужно посмотреть в сторону Holy Land Lark Max Duo Причина номер один Начну с того, что в комплекте два микрофона передатчика Что позволит тебе записывать звук сразу с двух людей одновременно Либо использовать второй микрофон как резервный на случай, если у тебя почему-то сел первый При условии, что у тебя всегда с собой комплект чехол Который, собственно, заряжает оба этих передатчика и еще и приемник В каждом микрофонном передатчике встроенная внутренняя батарея Которой, кстати говоря, хватает на 7,5 часов Что, в принципе, довольно много А при условии, что у тебя еще и заряжает чехол Которого хватает на полных два зарядных цикла этих двух микрофонов То это становится, в принципе, уже совсем не так уж и плохо Заряжать от нуля до полного заряда он будет ровно 120 минут Вот здесь, если честно, я не понимаю, много это или мало Но учитывая, что если после каждой зарядки петли будут держать почти 8 часов То, наверное, в принципе, это норм Чехол в целом хорош Очень жесткий пластик Ты можешь не переживать, что у тебя его раздает в багаже Или кто-нибудь сядет на него и он сломается Довольно прочный Но, честно сказать, как по мне, он слишком громоздкий и увесистый У меня в рюкзаке каждый миллиметр имеет значение Поэтому для меня, наверное, может быть, такой чехол был бы слишком большой Если сравнивать его с вот такими мягкими чехлами от Роде Но они, к сожалению, не заряжают, а это заряжает В комплект Холиленд положил две удобные ветрозащиты Которые крепятся на микрофоны при помощи насаживания их на микрофон Получается вот такая конструкция А также положил разные кабели Три с половиной миллиметра джек Зарядку для чехла И самое интересное И, наверное, пожалуй, важное Это шнур, который может подключиться к айфону Все это вроде бы как удобно помещается в футляр Который похож на футляр для очков занятия горлышным спортом Сюда же и помещается чехол И выглядит все это вот, в принципе, так компактно На первый взгляд Система шумоподавления Точно такая же технология есть и в твоих наушниках В которых есть функция шумоподавления Благодаря всему этому обещает студийное качество звука Невероятная детализация Звучит, как начало какой-то рекламной кампании Еще один тестик совершу в не очень шумном месте На самом деле в стандартной ситуации Когда ты берешь синхроны Где-то там недалеко есть дорога Что-то какие-то шумы, интершумы, улица И обычно вот телевизионщики, корреспонденты Вот так ставят камеру И здесь берут какой-то важный синхрон Отдав, вырубил Никуда далеко не ушел Нахожусь там же Болтаю с вами В Питере уже очень холодно Будьте внимательны Надевайте еще одни штаны под свои штаны Используйте шарфы Очень зябко реально Сегодня вышел минус один Такое ощущение, что все минус 10 Посмотреть, как это будет выглядеть Несколько раз уже потестировал микрофон В режиме диктофона Блин, невероятно круто на самом деле Типа, ты можешь камеру не доставать И просто какие-то свои мысли записывать Прямо вот так Как в диктофон ты это делаешь Мне кажется, разогнались уже примерно до 60 км в час Чим по туннелю Под городом Когда все остальные люди идут Нормально по улице А я, блин, только ради тебя Пустился в метро Да, такие есть ребята На съемочных площадках Майчек, майчек Вот сейчас без шумодава работает А вот сейчас шумодав включен Кстати говоря, прибавил гейна на плюс 3 Чтобы посмотреть, как это будет слышаться На завышенном гейне Будет ли перегруза Сейчас решил сравнить Как будет слышаться звук в Холиленде И в Раде Вот сейчас приколхозил две петли сюда Слева очень удобно у меня висит Петелька от Холиленд У нее здесь магнитная такая клипса А справа Раде Которая до сих пор такие клипсы не придумала Почему-то И у них такие консервативные прищепки Которые фактически просто на толстовку Вот так не зацепить Потому что это смотрится банально Не очень эстетично Так, а теперь Холиленд пишет Через ручку FX3 Прямиком в камеру FX3 Проверяем, насколько у нее заявленный студийный звук Как они классифицируют свои петли И как все блогеры нам об этом говорят Что прямо из петли можно услышать Невероятно кристальный, чистый, безупречный звук Напоминающий студийный Возможно это так А возможно и нет У меня сейчас прямо надавной Шумит лампа Godox 120W Так, я решил записать еще один дублик После того, как я послушал сравнение Знаешь, мне показалось, что у Холиленда действительно лучший звук Его больше как будто бы добавлено низов Сразу же отсюда То есть тебе не нужно добавлять там никаких бустов Басовых, ни эквалайзеров Ничего Возможно сейчас я что-то говорю неправильно Но это на первый взгляд Сейчас ты просто послушай И скажешь сам Отличается звук или нет Но мне кажется, что у Роде Слишком много высоких Единственный момент, который я не разобрался Как сделать Когда петля Холиленд пишет внутрь себя Она пишет с очень заниженным гейном Примерно на минус 25 где-то Но звук вав И поэтому при помощи там Встроенного гейна в Final Cut Я его могу вытащить до минус 6 Также на минус 6 я ставлю Роде Здесь программно занижаю И получается вот такое решение Но мне сейчас на первый взгляд показалось Что Холиленд действительно лучше Возможно я ошибаюсь Обязательно напиши в комментах Что ты об этом думаешь А теперь я хочу протестировать На всякий случай Как звучит звук через iPhone Через внутреннее приложение Установленное Которое есть в iPhone Штатное Потому что когда я делал это в метро Это еще для элеватора не запутался Прячь, что же такое Одинство что меня пожалуй напрягает Это вот этот приемник Который постоянно болтается То есть соответственно нужно По-любому иметь либо другой шнур Либо какой-то твердотельный переходник Который просто вставится в телефон И будет жестко в него вкреплен Внутренняя запись Это пожалуй лучшее Что придумали в современных беспроводных петлях Только подумай Что ты можешь писать качественный 24-битный звук С частотой 48 кГц внутрь каждого передатчика На протяжении 14 часов На 8 гигабайт внутренней памяти 14 часов сырого звука Можно записать в каждый из этих передатчиков В того получается 28 часов звука Ты можешь записать Это очень полезно Что можно использовать эти петли Как диктофон Потому что не всегда ты можешь включить камеру И записать звук Иногда тебе нужно сделать это быстро Иногда у тебя нет возможности достать камеру Либо кто-то просто не хочет Чтобы его записывали А звук тебе взять нужно Но делать так нельзя Передатчики также можно настроить На автоматические запись звука При вынимании их из чекла Это может быть тоже полезно Если тебе нужно резко Начать записывать звук Приемник У приемника достаточно большой Цветной сенсорный экран Сразу скажу Что я немного скептически Отношусь к сенсорным экранам Потому что моя работа зачастую Находится на улице На морозе А сенсорные экраны Как водится Они очень-то любят И переносят морозы Но к счастью Здесь есть вот такая Аналоговая крутилка Очень приятная С кнопкой меню И ты в принципе Можешь через нее Попадать в любое меню Настройки петель Настройки передатчика Приемника И делать все это Через барашек Но также есть сенсорный экран Это очень удобно Он довольно яркий В меню достаточно все Интуитивно И просто Можно настроить каждый из микрофонов Гейн Автозапись Почистить память Кстати говоря Есть аквалайзер Что встретишь На самом деле Довольно нечасто В современных петлях И раз уж он там есть О нем Немного подробнее И это следующая Девятая получается Да, функция Которая мне В петлях этих Понравилась В аквалайзере Можно выбрать Три параметра Режим Hi-Fi Низкий уровень шума И усиление вокала Это система Которая обеспечивает Четкость звука На всем диапазоне Частот Второе Это Low Cut Предназначено Для удаления Нежелательных шумов И чистки звука В низком диапазоне Например Если ты пишешь звук В какой-то комнате Где монотонно Что-то шумит Например Кондиционер Может включить ту функцию И по идее Он у тебя должен будет обрезаться Третья кнопка Очевидна Из названия Усиление частот Присутствующих Только в человеческом голосе Что сделает Твой голос Ярким Насыщенным И невероятно красивым Кнопка включения На приемнике Также является Кнопкой блокировки экрана Чтобы ты Что-то случайное На нем не смахнул Способ Записи звука В настройках Ты можешь выбрать Три варианта записи звука Стерео Моно И какой-то Safety track Другими словами Когда мы пишем звук В камере Мы пишем левую И правую дорожку Одновременно И таким образом У нас звук получается Как бы из середины Выступает вперед В стерео режиме Каждый из микрофонов Будет писать Свою отдельную дорожку Которую на постпродакшн Ты потом можешь По-разному Микшировать Если тебе это нужно Включать Либо выключать Одну из дорожек И миксовать С друг с другом Это иногда Очень удобно И полезно Если ты пишешь Двух людей одновременно Чтобы петля Не прикрывала Другую петлю И последняя Настройка Safety track Пишет в монорежиме С той лишь разницей Что добавляет Дополнительную дорожку С минус 6 децибел К слову Такая функция Есть в профессиональных Рекордерах На случай Если у тебя При записи звука Резко что-то Нашумело И дало Какой-то перегруз У тебя всегда Есть дополнительная дорожка С пониженным Гейном Который ты можешь Использовать И пожалуй Последняя Интересная функция В этих петлях Это передача сигнала На частоте 2,4 Гц С автоматической Перестройкой частоты И это нужно Для предотвращения Передачи сигнала И поговаривают Что можно записать Звук на расстоянии 250 метров Но это при условии Если ты находишься В поле Или в вакууме Где-нибудь Где тебе ничего не мешает Короче Смертельный номер Тест на дальность Чуть ли не в центре города Санкт-Петербурга Оставил камеру Дорогущий сетап Для того чтобы посмотреть Как микрофоны Справляются С дальностью Рискую Как обычно Всем вообще Там сейчас Стоит сетап Просто 1500 Наверное Купил недавно Дорогущую линзу Почти 200 тысяч рублей И оставил ее Там сейчас Одну Вместе с камерой Отошел Вот Кстати говоря 200 мм Ощущение Что звук Уже скорее всего Должен прерваться Потому что Я шел спиной И Максимально Короче Вот сейчас Отошел Я думаю Что здесь Сотка Точно Есть Уже Надеюсь Я в кадре Короче говоря Купил Ой Чуваки Там Вышли Из такси Короче Выползло Четыре Дагестанца Сейчас Один Смотрит На камеру Смотрит Ага Типа Статив Остался Здорово Да Моя Южа Они Очень Вежливые Не стали Брать Мой штатив Себе Молодцы Укрыться Поставил Копцы Раз Здесь Я Ходил Я Горю Ходить По Острию По Тонкому Льду По Острию Ножа Все время Переживаю Но Что не Сделаешь Ради Тестов На Дальность Но Как бы то ни было Я все же Рекомендую Так же Писать Потому что Если у тебя Оборвется Связь А это Рано или поздно Произойдет Туда всегда Будет Бэкап На 8 гигабайтной Памяти Внутренней Каждой из петель Итак Что может стать Преимуществом На фоне Остальных Радиопетель Которых Уже Полно На рынке В общем то Здесь Присутствуют Все функции Которые Уже Есть В остальных Представителях Петель На рынке Сто Лишь Разница Что Некоторые Из них Реализованы Несколько Лучше Первое Коротко На что Следует Обратить Внимание Это Качество Звука Звук Вправда Весьма Детализированный И четкий Насыщенный Реалистичный И очень Живой Это правда Звук Из коробки Прям Хорош Второе Внутренняя Запись Микрофон Это Очень круто Шумоподавление Я думаю Что эту Функцию Со временем Доведут До Идеала Пока Что Она Не совсем Круто Реализована Но Тем не менее Она Есть Ей Можно Пользоваться Если Шум У тебя Не очень Громкий Вокруг Это Не Автострада Или Метро То Он В принципе Довольно Сносно Справляется Пятое Автономность Работы Чехла Подключение К айфону Для многих Сейчас Создатели Рилсов Контент Мейкеров Это Очень Важно Кто Не Снимает На Камеру Снимает На Айфоны В одну Петлю В айфон Пользуйся Пожалуй Все В заключении Скажу Что Холиленд Действительно Может Составить Конкуренцию Лидеру Проводных Систем Звука Это DJI Мик За счет Того Что Качество Звука Действительно Хорошее Прямо Из Камеры Из Микрофона Ну И Цена Относительно DJI Мик Гораздо Приятнее Поэтому Этими Петлями Я буду Сейчас Пользоваться Родешки У меня Будут Как Запасные Петли Можешь Глянуть В магазине Кремлин Стор Ссылки Будут Естественно В описании А на этом Все Надеюсь Тебе было Интересно Или полезно Или не полезно И не интересно Собственно Это вообще Не важно Пока